За что художника Левитана высылали из Москвы? Наставником Левитана в годы учёбы был сам Алексей Саврасов. В 1891 году зрители увидели картину Левитана «Тихая обитель». Именно после неё о Левитане заговорили как о мастере и выразителе национального духа. В сентябре того же года Левитан был вынужден покинуть Москву после указа Александра III о выселении евреев из города. Позже власти отменили своё решение относительно художника. А в 1894 году Левитан написал, возможно, своё самое русское и большое полотно над вечным покоем. Гигантские необъятные просторы русской земли. Одинокая церковь на крутом берегу небольшого мыса. Григорий Горин писал о Левитане. Исаак Левитан был великим русским художником и сам о себе так и говорил. Когда ему говорили, но ты же еврей. Он говорил «Да, я еврей, и что, и ничего». Умные люди соглашались, что он великий русский художник и еврей.